Делерадиоканал Страна ФМ Один на всю страну А ты ранимый вообще? Я был, да, до определенного момента Пока я не обратил всю свою ранимость В этот панцирь Который меня окружает В моменты прочтения гадостей Но я говорил об этом неоднократно И повторюсь сейчас Мне сложно искать все-таки гадости про себя Даже там в моем аккаунте Их все меньше и меньше Видимо именно потому, что я зачитываю эти гадости Да-да-да, это очень прикольно В рэп-форуме у тебя так Нет-нет, даже не в рэп Там есть сериал, который называется «Считай комменты» Это да, у тебя уже такая серия инста-сторис Инста-сериал И ты понимаешь, самое страшное, что Есть люди, которые вроде как даже радуются Потому что я зачитываю Но при этом они перестают писать Слушай, ну подожди, раз затронули такую тему Вообще иммунитет вырабатывается Вот смотри, я вообще с чего хотела начать, Тимур У меня тут камин-аут, признание Двенадцать лет назад Двенадцать Ты, нет, подожди, подожди Ты вел программу «Танцы на ТНТ» Да Ну не танцы, она по-другому называлась Называлась «Танцы без правил» И я была участницей, я приходила на кашу Ты шутишь! И вот так мы встречаемся Ты шутишь! Сори, а жизнь складывается по-разному Ничего себе! Теперь ты ко мне приходишь на интервью Класс! И слушай, я не с этого Я сидел в зале? Ты вел, ты вел Нет, я знаю, но просто были кастинги, на которых я присутствовал А я присутствовал на твоем кастинге? Да, да, ты вел, ты нас представлял Дело не в этом И меня поразило другое Вот ты говоришь про такую жесткость, какую-то критику Ты выходил, ты был такой в шляпе модный, такой прикольный И ты всех поддерживал Ты выходишь такой, ребят, ну чего вы переживаете? Вы знаете, сколько я прошел? Это было двенадцать лет назад Да ладно, вы кайфуйте Я вот очень помню эти слова Ты понимаешь, я не вру? Офигеть, спасибо И сейчас, секунда эфира, и ты начинаешь Меня ненавидят Нет, 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 нет Я же с любовью об этом говорю, ты понимаешь Во-первых, благодаря тому, что есть люди, которые меня ненавидят А я их в конце концов, понимаешь, идентифицировал себя в аккаунте Я понял, что даже это можно обратить, так скажем, если не в штуку, которая принесет мне деньги То как минимум принесет интерес зрителей Поэтому я действительно прошел очень много, даже двенадцать лет назад Представляешь, сколько я прошел за эти, я не буду говорить, сколько Ну хорошо, подожди, не про хейт В целом Вот другая история Ты сейчас человек, ну действительно популярный во всех отношениях Ты не только певец, еще знаешь, когда такой человек И ведущий, и многожанровый, так скажем Вот когда тебя люди встречают, и ты чувствуешь, что они тебя стесняются Потому что ты уже, ну такой, звездный, ну для них Да-да-да, я понимаю Вот как ты реагируешь? Тебе комфортно? Мне не комфортно никогда, если речь идет о том, что людям как-то неудобно Как-то странно Я хочу, чтобы люди себя чувствовали раскованно рядом со мной Но ты знаешь, у всего есть и минусы, и плюсы Потому что с одной стороны, безусловно, ты понимаешь, о чем я сейчас буду говорить Есть люди, которые на улице подходят, совершенно незнакомые И могут сказать, братан, здоровый, начать хлопать тебя по плечу Давай-давай, иди сюда, Коля За тобой туда, за тобой сюда, я малая, иди сюда Реально, то есть они меня еще так держат Коля, иди сюда, сейчас это самое, бахнем селфак Вот такие вещи бывают И с одной стороны, наверное, можно немножко напрячься Потому что я все-таки никогда не вел себя как братан Это факт С другой стороны, есть люди, которые по-другому не умеют выражать свою, не знаю, любовь, признательность, интерес Ну такой контингент Вот такой контингент, да И я это принимаю, потому что, во всяком случае, это, наверное, тоже искренне как-то Проявляется Это искренняя радость, конечно Но есть ситуации, и я их неоднократно замечал Они, наверное, даже, ну не столько забавные, сколько странные Когда ко мне подходит огромный человек, знаешь, охранник какого-то заведения Или охранник какого-то очень важного человека, у которого я выступаю на празднике Неважно, пою я у него на дне рождения, или я веду его Это реально вот охранник Либо охранник здания, где вот это все происходит Когда подходит этот человек, говорит, можно с вами фотографироваться? Я говорю, ну конечно можно Мы стоим, фотографируемся, и вот так, знаешь, потряхивает Вот это Я в эти моменты даже не знаю, как на это реагировать, потому что А других он в клуб не пускает, без контроля А еще кому-то, конечно, в морду дает ежедневно Смотри, последний вопрос до небольшой паузы Вот сейчас же комплекс, вот ты говоришь просто про хейтеров и так далее Можно получить, ну вот, на пустом месте Сколько подписчиков, сколько лайков Ну такая вот жизнь Особенно люди, которые начинают Да Вот ты как советуешь к этому относиться? Мы, к сожалению, не можем от этого абстрагироваться совсем Потому что нас это окружает Просто каждую секунду мы не можем, так скажем, не отреагировать Как минимум на то, что кто-то рядом сидит в том же самом инстаграм И мы хотим тоже, чтобы этот человек в какой-то момент зашел на нашу страницу Что-то там лайкнул, что-то посмотрел Потому что я понимаю прекрасно, что мы движемся ко всему тому, о чем рассказывает сериал «Черное зеркало» Да И уже многие вещи произошли, что самое страшное Ты же слышала, да, что в Китае начали вот эти рейтинги устанавливать Не быть, так скажем, вовлеченным в эту штуку невозможно Можно удалить инстаграм, безусловно Но тогда в какой-то момент времени это должны сделать и все твои друзья, все твое окружение Потому что... Чтобы ты был в теме Конечно, иначе ты будешь белой вороной и не в хорошем смысле этого слова Поэтому, я так понимаю, что самое важное это ведь то, как ты себе внутри выстраиваешь вот эту лестницу приоритетов И если у тебя там на самом верху все-таки остаются книги, хорошее кино и хорошие люди А это всего лишь средства Ну вторичного Конечно, средства для популяризации, я не знаю, этого его контента Средства общения со внешним миром, где, безусловно, есть люди, которые тебе интересны И до которых ты не можешь дотянуться, иначе, кроме как вот посредством инстаграм Тогда это работает, а не тогда, когда это занимает большую часть времени в сутках И ты становишься просто зомби Ну да, когда уже это становится первостепенным Друзья, у нас небольшая пауза Твоя коллега Бьянка с композицией «Волосы» Продолжим наш час Не будем говорить, что по-другому называется эта песня Да, друзья, и мы вернемся Тимур Родригес у нас в гостях сегодня Друзья, дорогие, мы продолжаем У нас сегодня кладезь информации и полезных советов Тимур Родригес делится опытом А сегодня выходит в эфир, потому что мы говорим за кадром Ладно, я шучу Друзья, у нас на самом деле сегодня классный инфоповод Мы будем твой клип премьерить Без тебя легче, но чуть попозже Пока поговорим Задавайте вопросы, девясь бы тоже 909-928-1-89-9 Ты знаешь, вот поскольку мы уже начали такую тему Люди реально просят у тебя совета Вот по поводу, как пережить, когда тебе говорят, что ты там не такой негоден и так далее И вот еще момент, когда часто говорят люди поздно, там возраст и так далее Вот ты это переживал, такую тему? Я переживаю ее всегда, потому что мне кажется, что в современном мире невозможно не обращать внимания на то, как совершенно юные, не окрепшие еще, но при этом жутко талантливые люди Посредством всемирной сети начинают завоевывать пространство не просто одного города или, я не знаю, какой-то социальной сети А именно благодаря тому, что сарафанное радио разносит информацию о них по всему интернету В целом, за пределы интернета уже потом, благодаря тем людям, которые начинают ими заниматься И ты понимаешь, что мы живем, с одной стороны, в прекрасное время, когда... Ну, вроде как легче выстрелить, да? Конечно, ты можешь жить даже в какой-то деревне и просто уметь делать что-то, что не умеет делать остальные Или делать что-то просто хорошо И ты можешь стать суперзвездой мирового планетарного масштаба Экспертом, да, таким Например, да И когда ты думаешь о том, что, например, не знаю сколько, 20 лет назад скоро будет Хорошо, 18 лет назад, когда я приехал в Москву И все было совершенно иначе И я пытался вот этот воздух просто разрывать собственными руками Чтобы хоть как-то сделать, ну, так, чтобы на меня обратили внимание Сейчас такого нет То есть сейчас все, с одной стороны, гораздо легче Потому что, соответственно, поле для деятельности широкое Но при этом сложнее, потому что это делают все Я по-прежнему уверен все-таки в том, что для того объема, который позволяет людям воспринимать тебя как звезду, не знаю, артиста и так далее Нужно чуть больше, чем везение А именно 90% твоего просто какого-то страшного труда, в который не вмешивается ни твоя иногда совесть Ну, я сейчас говорю о хорошем смысле О совести в хорошем смысле этого слова Потому что ты можешь, условно говоря, сказать себе Мне там еще столько дел Я вот должен как-то вот И вот я сюда обещал сходить, вот сюда обещал В общем, приоритеты какие-то должны быть Приоритеты расставлять нужно правильно Безусловно, если речь идет там о помощи родителям или там, я не знаю, детям Это другое дело Но если ты, условно говоря, пообещал с своими друзьями сходить там, я не знаю, в кино Девушке своей пообещал, что ты сегодня, значит, поужинаешь с ее родителями А тебе там, например, в 18 тебе светит Дейву эфир в стране ФМ Конечно, ты должен, ты должен, ты должен, во-первых, настроить и себя, и ее на то, что все совершенно будет иначе И ты будешь отказываться от огромного количества благ во имя того, чтобы в результате прийти к общему благу для вас обоих или для всей вашей семьи А скажи, пожалуйста, вот у тебя есть такая история, что сейчас человек должен быть таким многофункциональным, то есть он не оттачивает свое мастерство, там, круто играть, круто петь, круто вести А он должен понимать еще, вот так продвинуть надо, где-то проконтролировать Я так думал всегда, это даже не распыление Ну, своих сил Я понял, ты просто говоришь про некую, да, окей, я просто думал, что мы будем говорить о том, что человек должен уметь делать все Для того, чтобы добиться, так скажем, максимума Потому что я всегда уважал больше, интересовался больше актерами, например, которые умеют петь, танцевать, писать сценарии и так далее, быть режиссерами Я всегда интересовался, так скажем, даже когда я играл в КВН, именно теми, кто в своей команде выполнял не одну функцию, а пять И всегда старался быть, конечно, всегда старался быть самим человеком, который делает все При этом, я сейчас уже понял, о чем ты спрашиваешь Происходит рассредоточение сил Происходит рассредоточение сил, безусловно, потому что я даже могу о себе сказать абсолютно честно Есть люди, например, которые любят мою песню «О тебе мечтал Париж» Например, не любят песню «Out in space» И есть люди, которые любят «Out in space» и не любят песню «О тебе мечтал Париж» Или там, не любят, а, так скажем, меньше эти песни им зашли, как сейчас говорят А все потому, что это принципиально разные, так скажем, музыкальные, естественно, направления Потому что в одной песне я лирик, в другой песне я танцевальный, вот такая танцевальная машина И стараясь показать все свои, так скажем, возможности, я, конечно, распылялся определенным образом Потому что для меня бить в одну точку уже значило просто заниматься музыкой, заниматься ей серьезно С любовью, привлекая правильные силы Оказывается, чтобы бить в одну точку, ты должен просто настолько сузить все свои приоритеты, именно музыкальные И выбрать какую-то одну генеральную линию, которая, с одной стороны, позволяла бы тебе чувствовать себя комфортно С другой стороны, нравилась бы твоим слушателям Но вопрос в том, что я очень тяжело иду на сделки собственной совестью И поэтому я лучше долго буду искать вот то самое звучание и ту песню, в которой я буду чувствовать себя максимально свободно Чем я буду, условно говоря, идти на компромиссы, а потом говорить, блин, ну лучше бы эту песню я не пел А, то есть такая стратегия Конечно, вот при этом у меня выходили разные песни в разные периоды моего музыкального творчества Я могу сказать, что мне ни за одну песню за мою не стыдно Да, были какие-то песни более попсовые, другие были более сложные Были песни более конъюнктурные, но при этом я старался сделать так, чтобы каждая, даже самая конъюнктурная песня Была тем материалом, который я легко бы мог исполнить на любой площадке И не чувствовать, что как-то здесь это, наверное, не совсем к месту Но ты же еще, по большому счету, бизнесмен в хорошем смысле, ты сам себе хозяин Не знаю, насколько в хорошем Нет, ну в смысле, но ты как бы рулишь сам своим таким продуктом, так скажем Потому что я не могу доверить это кому-то другому, прежде всего понимая сложности работы с продюсером Вот смотри, вот это сейчас история с лейблами, когда спустя столько лет, вот у тебя есть какое-то к этому отношение? Это очень-очень хорошая ремарка Просто интересная позиция, ты столько лет на сцене, ты всех знаешь лично Именно, возможно, по этой причине я до сих пор ни с кем себя не связал Вот, например, есть история с Элваном Да, да, да В двух словах, там Элван много лет с Блэкстаром, сейчас в терке, он уходит, не оставляет ему имя песни Ну, чтобы слушатели, кто не знает, не в теме зрителя Да, 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 совершенно верно, да Но прикол ведь в чем? С одной стороны, Лёва говорит о том, что имя Элван существовало и до его прихода в Блэкстар Соответственно, его, так скажем, имя возможно сохранить Потому что есть определенное там законодательство, которое не позволяет Блэкстару воспользоваться им на сто процентов Но, тем не менее, они могут, используя Элвана, там выпускать мягкие игрушки, шампунь, как он сказал, там все что угодно А вот что касается творчества, это уже немножко такая страшная Во-первых, это больно Конечно, больно Но здесь помимо обидно, понимаешь, одно дело, когда ты работаешь там с продюсером Не буду сейчас называть имена, допустим, там, какой-то известный продюсер И он создает тебе репертуар, ориентируясь на твои возможности И, безусловно, желая, там, использовать максимум своих ресурсов уже, я имею в виду, там, знакомств Каких-то там договоренностей с радиостанциями, с телеканалами Для чего? Для того, чтобы твой материал попал в эфир Ты начал на этом зарабатывать Продюсер, соответственно, там забирает, как всегда, там, 70, я не знаю, 60% того, что зарабатывает артист Оставляя артисту вот остаток Оставляя остаток, извините за тавтологию Оставляя, в общем, вот эти, там, 30% Ну что, да, понятно Да Но в чем прикол? Прикол в том, что когда для тебя создают материал И ты артист определенного жанра Тогда уходить обидно просто потому, что есть хиты, с которыми тебя ассоциируют И тебе придется попотеть, чтобы написать новое Другое дело, когда ты пишешь сам И создаешь, так скажем, вот это имя И все, что связано с тобой Продукт в хорошем смысле целая Совершенно верно Когда ты создаешь это собственными руками И все, к чему там прикасаются представители лейбла Становится хитом только благодаря тому, что они это правильно, так скажем, распределили Но при этом все это, это только ты Еще один самородок продолжит наш час Друзья, Манатик, то, от чего без ума Мы скоро вернемся, будьте со страной ФМ Друзья, мы продолжаем Тимур Родригес у нас в гостях сегодня Чему мы рады, такой у нас прям классный душевный разговор Смотри, а вот это вот формат, даже интервью, мне интересно, ютубовский, когда Ну такие очень неудобные вопросы дают Тебе как? Для меня не существует неудобных вопросов Нет такого, да? Потому что, во-первых, я любой неудобный вопрос могу обойти А во-вторых, ну, конечно, не так, как это делает, например, Филипп Когда, что бы мы ни задали, что бы ни спросили, он в конце концов перейдет к тому И вот, кстати, вот у меня недавно вышла новая песня И, понимаешь, да? То есть, когда ты во благо поворачиваешь любую штуку происходящую с тобой Ну, я к чему вообще веду? Вот вся такая история, чересчур, как бы, откровенная в личном пространстве Любые вопросы, там, про секс, причем в разных форматах, деньги Вот у тебя как это? Во-первых Что-то ёкает? Или тебе по барабану? Ты знаешь, безусловно, в какой-то момент, когда тебе задают вопрос На который ты еще ни разу Хотя ты сам из Камеди, клава у вас были разные времена Естественно, есть были разные времена Честно Да, но нет ничего, о чем бы я боялся говорить Потому что, мне кажется, только на секунду, может быть, что-то происходит там в голове Когда тебе задают вопрос, который еще ни разу не звучал в твой адрес И ты думаешь, а, окей Родители смотрят Ну ладно Кстати, мои родители очень современные люди И они уже, если они подписаны на мой инстаграм Моя мама подписана на мой инстаграм И, естественно, каждый раз, когда я там выхватываю от подписчиков Она это видит Но прикол в том, что она никогда меня не критикует так жестко Она может сказать, что, конечно, я там переборщил с ненормативной лексикой Не-не-не, моя мама говорит, конечно, ну, можно, конечно, было без этого обойтись Я говорю, мама, это художественное средство в данной ситуации не более Ну да А у тебя же тоже к искусству причастны родители Что немаловажно Мой папа, да, актер кукольного театра И я всю жизнь свою провел за кулисами Вот сначала у папы, а потом уже сейчас Ну я почему говорю, потому что такие люди, ну как сказать, ну интеллигенция в хорошем смысле Интеллигенция, конечно А там Тимур в Инстаграме из души Ты понимаешь, что в данной ситуации И читает матами комменты Да, слушай, если мы сейчас будем вспоминать великих мира сего, которые не могли без этого обойтись Начиная там от Александра Сергеевича и заканчивая даже Владимир Владимировичем Познером Я сейчас про Познера Вот, это никаким образом не портит человека Если, так скажем, использование ненормативной лексики не ограничивает его, так скажем, во всем остальном Потому что невозможно сузить себе аудиторию, сказав просто ненормативное слово в эфире Вот когда ты, говоря о чем-то по-настоящему интересном, не умеешь выражать свои мысли Сложно формулируешь, не потому что у тебя предложения получаются длинными А потому что они получаются совершенно непонятными И зритель или слушатель не готов, в принципе, воспринимать твою речь Потому что она изобилует таким количеством просто слов-паразитов И при этом не содержит в себе смысла Вот тогда, мне кажется, гораздо сложнее А ты вот сейчас наблюдаешь, допустим, в ведении, в музыкальном бизнесе взлет Или вот общий пласт Очень сложно об этом говорить, знаешь почему? Потому что, с одной стороны, мы видим понижение культуры, заметное, если говорим о музыке Потому что это все завязано именно на том, что пропагандирует современное музыкальное поколение для своих слушателей Это все не очень красиво, это все не очень умно Но при этом это то, с чем сталкивается любое поколение Я не хочу сейчас говорить с позиции взрослого человека, конечно Потому что у каждого поколения свои герои, которые, так скажем, вынуждены протестовать Даже если все хорошо, они должны выражать свой протест Особенно если там плохо, они обязаны об этом говорить Но вопрос в том, как они об этом говорят Если в свое время появились Битлз, которые шокировали общественность Или Элвис Пресли В моем детстве были какие-то другие персонажи Чуть раньше там был, я не знаю, Виктор Цой, Егор Летов и так далее То это все же завязано на музыке и завязано на интеллекте Даже в тот момент, когда кажется, что в манифестах Сергея Шнурова не может быть ничего умного И я знаю огромное количество людей, которые, безусловно, являются там представителями нашей элиты Интеллектуальные, прежде всего Вот они делятся на два лагеря Те, кто видят подтекст и относятся с иронией ко всему тому, что делает Сергей И есть те, кто не готовы это воспринимать А ты видел новый клип Иисусова? Да, мне очень понравилось Браво вам! Браво вам! Браво! Правда! И я сейчас прямо закончу, две секундочки И вот когда ты понимаешь, что и те, и другие могут, так скажем, обосновать свою точку зрения И ты при этом понимаешь, что и то, и другое мнение имеет место Это просто, так скажем, на уровне твоего восприятия Но когда речь идет о том, что, очевидно, плохие вещи стали популярными Потому что уровень культуры нашей молодежи не очень высок Потому что они мало читают и много сидят в телефоне И, соответственно, понять песню, которая написана трехкопеечным русским языком Которую русским языком назвать нельзя Это все следствие как раз того, что нам нужно заниматься нашими детьми Вам, родителям, нужно заниматься своими детьми Друзья, маячки, вот такая песня у нас, как знак судьбы от Юлианы Карауловой И мы вернемся скоро Друзья, не просто так я томила Тимура всякими интересными житейскими вопросами На самом деле он пришел с премьерой Я пришел Свежаком-свежаком Тебе с приветом расскажешь, что солнце встало, да Без тебя легче мне, Лиза Вот так хочу сказать Именно Ну, рассказывай У тебя такая, ну, прикольная работа Спасибо Сейчас мы и посмотрим, просто прям все увидят Ну, вот до того, как люди это увидят, расскажи Случилось, случилось вот что За последние два года я выпускал больше, наверное, хип-хоп контента При этом никоим образом не пытаясь выставить себя рэпером, хип-хопером Я просто это делал, потому что мне нравится это Я делал это всегда Просто в какой-то момент это было менее заметно В какой-то момент я сделал на это большой акцент При этом, безусловно, выступая по стране со своей музыкой Которая вот выпускалась все эти годы, начиная там с 2009-го Я понимал прекрасно, что, конечно, самое лучшее, что ты можешь дать зрителю Это возможность петь с тобой в унисон Либо вообще не петь с тобой, а петь самостоятельно Это вообще самое лучшее, что может увидеть артист Ты перестаешь петь, и неважно, забыл ты слова Или ты сделал это намеренно А публика поет с тобой И дать людям возможность петь Это, наверное, самое лучшее, что может сделать артист Потому что за вот эту, не знаю, долгую мою или недолгую музыкальную карьеру Я сотни тысяч раз сталкивался с тем, когда я слышал, как люди поют написанные мной строчки, и я не могу даже описать это ощущение, насколько это прекрасно, и насколько ты чувствуешь себя счастливым. И, по сути дела, все, что тебе нужно сотворить в следующий раз, это попытаться найти вот эти ключи к сердцам и заставить людей хотя бы один раз прослушать твою песню, чтобы понять, хочется им петь с тобой или нет. И я совершенно не ожидал вот такой прям однозначно положительной реакции на эту песню, потому что у меня были тревожные мысли, прежде всего, потому что это не стандартная работа, особенно для меня, потому что человек по фамилии Родригес, выпускающий трек, в котором есть фолк-мотивы, это странно. Но, к счастью моему, к бесконечному, песня понравилась, я вот ежедневно открываю свой инстаграм, у меня взорван директ, это 5% того, что я запостил, потому что я не хочу превращать свой инстаграм в ярмарку тщеславия, но это правда разрывает мою голову, я не могу даже описать, насколько мне хорошо, потому что люди постят в основном картинку, например, из их плеера с песней, либо там видео, как они смотрят клип и так далее. Я вот начал сейчас насыщать свои сторис именно видео, где люди поют, или там снимают своих детей, или едут по дороге. А ты сам свой инстаграм ведешь? Я сам веду свой инстаграм. И ты знаешь, что самое интересное? Самое интересное, пожалуй, то, что песня, в которой поется, вот если сейчас убрать второй, третий, четвертый план, который присутствует в любой песне, вот, особенно, когда ты автор, ты понимаешь, что может быть под текстом, когда ты просто вот обращаешь внимание только на то, что бросается в глаза, в первую очередь. Это же песня о том, как парень расстался со своей девушкой, фактически, да? Не знаю, там, с женой, с девушкой, неважно. И фраза «без тебя легче», которая звучит вследствие того, как он расправляет плечи, расставшись с ней, она фактически должна была привлечь мужскую аудиторию и настроить против меня женскую. К счастью, к моему, невероятному, я повторюсь, женская аудитория так правильно восприняла песню, потому что иногда мы, мужчины, просто мысленно хотим, например, отвлечься от каких-то ссор, от каких-то проблем и потом вернуться. И этого мысленно бывает даже достаточно. И вот эта поездка в деревню к родителям, да? Вот сейчас мы увидим, да, там в этом суть. Конечно, и возвращение в свое детство, возможно, происходит у меня просто в голове. И, возможно, это происходит у каждого из нас, когда мы хотим вернуться в самые счастливые моменты своей жизни, чтобы пережить непонимание, пережить серьезный какой-то разрыв и потом попытаться сделать что-то... Конечно, потому что нет ничего лучше, чем вот эти волшебные ощущения, которые, знаешь, сродни тому, что было показано в мультике «Рататуй», когда даже самый жесткий критик, пробуя это блюдо, переносится вот в эти поля и чувствует себя маленьким мальчиком. Вот это я хотел передать. И слава богу, что эта песня не стала манифестом для всех мужчин, а стала просто песней, которая нравится всем, независимо от пола и возраста. Это так круто. Смотрим. Друзья, премьера на «Стране ФМ» Тимур Родригес. Без тебя легче. Мы заценим сейчас. Полетели. Телерадиоканал «Страна ФМ». Один на всю страну. Мы аплодируем тебе, ты же не слышишь? Спасибо. Я не слышу, но я чувствую. Слушай, ну круто, я тебе поздравляю. Спасибо большое. Мне понравилось, честно, клянусь. Я обычно не вру в эфире. Спасибо. Я пытаюсь сказать интересно, хорошо. Либо не говорить вообще ничего. Не, ну надо, что такое поводитие. Не надо. Лучше ничего не говорить, если не нравится. Ну, надо сказать. Не, круто, я клянусь тебе. Спасибо. Очень прикольно. У тебя режиссер стильный. Я ее помню по всяким ауди и крутым брендам. Волшебница. Женя Онегина, я тебе передаю привет уже в который раз. Мне кажется, что люди именно вот с таким видением мира и делают его лучше. Потому что каждый раз, когда я смотрю это видео, а мне не надоедает, слава богу, я не занимаюсь самолюбованием. Я вообще за это могу просто... Поручиться. Да, да, да. Нет, я хотел сказать, что за это мог бы человека как минимум закопать. Тимур, у нас буквально 10 секунд. Да. Реклама сейчас. Женя, большущий тебе привет. Привет, да. Я просто хочу сказать, что посмотрите другие работы Жени на канале Vimeo. Она пишется как Джина Онегина. Это искусство. Мы продолжим. У нас 5 секунд, друзья. Тимур Родригес в гостях у нас. Буквально несколько секунд, мы вернемся. Друзья, у нас финальный выход. Тимур Родригес в гостях у нас. Только что посмотрели премьеру клипа, да и песни. Без тебя легче. Но я хочу еще комплимент песни сделать. Спасибо. Очень такая кочевая, которую буду петь. Сейчас мне в два раза приятнее, потому что как раз к песне, понимаешь, к написанию песни кроме меня никто руку не приложил. А, да. Да, я хочу сказать спасибо Наследу и Ларсу. Это чуваки, которые занимаются как раз звуком последние два года. И мы с ними сделали уже очень много треков. И здесь мне было важно, чтобы как раз их хип-хоп-видение правильно оттенило все фолк-мотивы. Я всегда очень четко формулирую задачу, но при этом понимаю, что со мной должны быть люди, которые услышат меня. И они меня слышат очень хорошо. Вот вообще я хочу просто выяснить у себя в голове, мне кажется, у слушателей и зрителей тоже такой вопрос. Вот у тебя есть какая-то система, рутина? Ты там, ну не знаю, каждый день у тебя вокал, там спорт, что-то еще. Ты просто только вот как-то так все, ты успеваешь, все у тебя вроде так круто получается. У тебя есть какой-то вот режим? У меня нет режима, потому что... Что-то похоже на это. У меня нет режима. Вот, например, рассказываю тебе, что было позавчера. Позавчера у меня был день насыщенный интервью, какими-то встречами. Ну, короче, таких, как я, только 500 человек. Окей, да, и так далее. Я закончил поздно. Я приехал домой, и мне нужно было собрать свою семью, значит, помочь собраться. Естественно, я понял, что помочь я не могу, потому что моей жене легче, когда я не помогаю. Она очень в этом плане собранный человек, и лучше, например, я сделаю что-то, так скажем, параллельно, чем я буду заниматься тем же, чем занимается она вместе с ней. Я имею в виду, если, например, дело касается особенно сборов. Мы легли достаточно поздно, там где-то уже во втором часу, и я утром должен был ехать на съемки сериала. Меня пригласили сниматься в очередной сериал, и я сказал, значит, жене, говорю, я вызову вам такси, говорю, потому что мне нужно вот на съемки, я в 7.40 уже должен быть по вызовному листу на месте. Она говорит, ну, хорошо, значит, я вызываю такси, естественно, она все понимает прекрасно, и думаю, надо проложить маршрут мне как утром ехать, во сколько мне вставать, потому что, значит, моим вставать там в 5, в 5.30 они уже должны сесть в машину. И я смотрю, что место съемок, оно находится, в принципе, в том же направлении, что и аэропорт. Я отменяю такси, перед сном успеваю жене сказать, что я их отвезу, чувствую сам себя самым счастливым человеком на свете, потому что, естественно, я отвезу в аэропорт. Это вот мое, знаешь, папино счастье называется. Вот мы поспали три часа, даже меньше получается. Я встал, значит, загрузил чемоданы в машину, мы поехали в аэропорт, я довез семью в аэропорт, время, напоминаю, в 5.30 было, когда мы выезжали. В 6 мы в аэропорту, и я еду на съемки сериала. В 7.40 мне нужно быть по вызовному листу. Я приехал в 6.40, но за этот час я успел написать какие-то, сделать наброски для новой песни. Я успел послушать новую музыку, которая меня вдохновила на что-то новое. В 7.40 мы начали, значит, грим, костюм, мы сняли несколько сумасшедших сцен. Вечером я закончил съемки, сел в машину, я вожу теперь сам, и мне это очень нравится, потому что я за рулем придумываю больше, чем я придумывал раньше на заднем сидении. Гораздо, потому что, возможно, какие-то стрессовые ситуации даже, и тот кайф, который испытываю от вождения, потому что я очень люблю водить, я все-таки направляю их, действительно пользуюсь этим в правильном, соответственно, варианте. Но! Что самое главное? Я приехал вчера на ведение выпускного в Кремль, пробыл там долго, вернулся домой, естественно, дома, я перед сном что-то пописал, и сегодня я позволил себе поспать аж до 12 дня. Да ты что! Это невероятно! Ну, конечно, семьи и дома нет. Невероятно! То есть я не спал 12 часов, я спал гораздо меньше, но то, что я в 12 проснулся, ну, я проснулся и в 8.30, чтобы открыть там ворота, нужно было там кое-что сделать на территории рядом с домом, но ты не представляешь, какое счастье, потому что в этот момент эти два дня жесточайшего режима, они не то что обнулились, они, во всяком случае, дали мне возможность сделать этот глубокий вдох, я проснулся, никуда не торопился, я классно позавтракал, я послушал новую музыку, сегодня у Марка Ронсона вышел новый альбом. Короче, ты кайфушник по жизни. Вообще! Ты понимаешь? И если вот в такие моменты напоминать себе, когда вот есть ощущение жажды, что становится немножко тяжело. Я вчера приехал уже в Кремль, и мне сидит типа, Тимурчик, как дела? Я говорю, блин, в 5.30, значит, я встал, повез семью туда-то, говорю, потом съемки сериала, и говорю, потом сюда. И я думаю, стоп. Говорю, какое счастье! Да, есть работа. Естественно. Тимур, в общем, хочу тебе сказать спасибо. Спасибо тебе. Ты прям вот как-то вдохновляешь людей. Спасибо большое. Вот из чего начали, главное, они тебя закончили, никаких хейтеров. Я тебе желаю успехов. Спасибо, это взаимно. Давай, у тебя 20 секунд есть. Ты можешь нам дать вот каких-то три строчки буквально, какое-то напутствие зрителям и слушателям? Друзья, красота вокруг нас, это не я сказал. Но если вы чаще будете думать о том, что эта фраза может стать реальной для каждого из вас, если вы действительно будете внимательнее обращать, больше внимания обращать на мелочи, если будете внимательнее даже к самим себе, и при этом стараться сделать так, чтобы этот мир был хотя бы на крупицу лучше, и каждый из нас может это сделать, начиная с раздельного мусора, заканчивая постами в Инстаграм, не о том, что вы съели, а о том, как важно сохранить красоту и здоровье этой планеты, вам самим станет от этого лучше. Помогайте другим, помогайте себе, и самое главное, слушайте хорошую музыку, потому что в ней столько силы, и пусть она как раз медленно или быстро, как вам больше нравится, просачивается внутрь, как раз в вашей черепной коробке, а лучше сердце. Спасибо всем. Тимур Адрикес. У-ху! Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну.